Я тоже, говорю, думала, что всё так просто будет. В итоге она просто отказывается от груди. Нет, а я не думала, что всё так просто будет. Ну, я, понимаете, сама как бы врач. Я прекрасно понимала, что и как работает. Поэтому я себе не строила сказочных гор, что будет так всё легко. Тем более грудь у меня небольшая. Я прекрасно понимала, что мне будет сложнее в том плане, что мне придётся варю держать ближе ещё к себе, понимаете? Потому что если бы грудь была чуть у меня больше, мне было бы легче от этого. Но мне приходится её больше прижимать, потому что грудь небольшая. Ну, в общем, нюансов очень много. Что, на ваш взгляд, лучше ГВ или смесь? Лучше ГВ в любом случае, девочки. Не слушайте, кто вам там говорит, что смеси лучше грудного молока. Ну, типа это неправда. Не слушайте. Один вопрос, если у мамы молока мало, либо молоко пустое, это такие фразы общие, когда калорийности не хватает в материнском молоке, тогда да, конечно, заменяют на смесь. Но когда мы говорим, когда у мамы всё хорошо, у мамы молока достаточно, оно калорийное, ребёнок набирает вес, то смесь не может заменить материнское молоко. Смесь делается из чего? Из коровьего или козьего молока. Его же не делают из маминого молока. Его делают из коровы или из козы, условно, из молока. Поэтому, конечно, в материнском молоке есть всё, что нужно ребёнку. Мои любимые белорусы. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Варька спит? Да. Дремлет. Как я Роме говорю, зло не дремлет. Вот это она, зло. Истерит, и всё тут приходится сцеживать, и ещё смесь докармливает. Ну, понимаете, что тут много вариантов, может быть, почему ребёнок отказывается от груди. Ему банально может быть неудобно смоктать ваш сосок. Такое же тоже бывает, понимаете? Если вы, например, сцедились, дали ребёнку с бутылочки молоко, он съел, это о чём говорит? Значит, всё, ну, вопросов в молоке вашем нету. И если он набирает вес, всё хорошо. Значит, вопрос в том, что ребёнку, скорее всего, что ваш сосок не нравится. Либо, может быть, молока мало, и ребёнок психует за счёт того, что ему приходится больше усилий прикладывать, чтобы его высмоктать. Так, девочки, пошлите, закроем окно, пока она тут успит. Алиса, контролирую. Нет, сейчас уже пупок не обрабатывал, он же давно отпал у нас, не надо обрабатывать. Уже когда у вас отпал, всё. Не трогайте его, пускай заживает. Слушай, у тебя прохладно, надо. Я тут хожу в топиках. Носки хоть одеть. Ой. А с чем можно сравнить роды по боли? Это. Подождите, девочки, где-то мои носки все. О, давайте одену новые. Цветные. У меня тут есть. Смотрите. Когда я уже рожала, ну, вот сами роды, когда уже ребёнок выходит, это мне уже вообще было не больно. То есть я не ощущала каких-то непонятных там ощущений, да, масло масляное. Я только чувствовала, как выходит ребёнок. Ну, вот как вы какаете, как будто условно, да, извиняюсь за подробности, вот когда вот какашечка у вас выходит, вот так вот кажется, что ребёнок выходит, когда, ну, только когда какашечка такая плотная, так сказать, вот. Муж звонит. Ну, он поймёт, наверное, что я в эфире. Сколько можно начать давать водичку на ИВ? Да хоть сразу. Молоко материнское состоит практически на 80% из воды. Материнское молоко. Смесь, она более густая, поэтому на смеси давать водичку, желательно, по чуть-чуть, да. А что делать, если я не хочу кормить грудью? Ничего, вы приходите в поликлинику, и для того, чтобы вам выписали таблетки специально, чтобы у вас остановилось молоко, ну, бывает, конечно, молоко и само устанавливается, если вы не кормите, но чаще всего нужно как бы его прекращать медикаментозно. Чтобы вам выписали этот препарат, вы должны написать отказ от того, что вы не будете кормить грудью. Всё-всё просто. Ну, как это мне? Постойте чуть-чуть, я одену. Не дёргайся. Я пока почитаю. Коликов у нас, благо, сильных нет. Ну, то есть, конечно, она тужится бывает, ей там тяжело бывает, но, слава богу, пока это нас обходит стороной. Надеюсь, всё будет окей. Да, дреблет. Маря, блин, не дёргайся. Я сцеживаю молоко и даю с бутылочки, потому что не взялась с рождения грудь. Ну, нормально. Девочки, это же не есть плохо. Если ребёнок не берёт грудь, но молоко у вас есть, можно ситуацию переиграть и кормить с бутылочки, и всё будет хорошо. Да, носки, конечно, тонкие, девочки. Прямо видно, что пятка просвечивается. Для меня грудная оскорбляя создала самую сильную послеродовую депрессию. Ну, давайте я вам признаюсь, как я уже говорила. Девочки, мне тоже это нелегко. Я тоже психую от этого. Знаете, когда ночью ребёнок просыпается, ты спишь, ну, ты же просыпаешься, да, а она же может не сразу у тебя поесть, например, там, да, там, за 10 минут. Она может ещё покапризничать. И ты вот это вот возишься ночью, понимаете? Это же тоже всё. Человек от этого девушку, а женщина устает. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Я тоже психую, злюсь, когда бывает, она не хочет. Ну, не то, что не хочет, значит, она её хочет есть, но психует от того, что ей нужно стараться смоктать молоко, понимаете? Я двоих смесь укормлю. Скоро третья тоже будет смесь. Кто не может кормить грудью, не переживайте. Сорян, любимая, не знала, что в эфире. Ничего, любимый. Тут уже зло не дремлет. Уже сейчас, видимо, будет звуки издавать. Как относитесь к тому, что иногда детей кормят грудью до двух лет? Ну, чисто физиологически тут ничего такого нет. То есть ребёнку, в принципе, нормально, что вы его кормите грудью. Молоко он поступает, всякое такое. Но тут просто вопрос в том, что чем дольше вы держите ребёнка на грудите, он сложнее потом его отучить от этого. Потому что ребёнок взрослеет, он больше к этому привыкает. Полтора года, как бы, как рекомендуют протоколы, максимум, и на этом всё. Носки на два-три раза пойдёт. Да. Я хорошо к прививкам отношусь. Ребёнок на e-way по утрам очень тужится, кричит. Из-за этого вылезет пупочная грыжа. Что делать? Ну, нужно же... Я ж вам так не скажу, что делать. Нужно разбираться, по какой ребёнок причинит ужаса так сильно. Что его беспокоит. Зло не дремлет. Варя. Всё, скажи, посидела в эфире? Хватит, мамка. Уделила себе 10 минут? Ладно, 20. Хватит. Ну, он же, наверное, есть хочет. Это у меня сосуд на глазу, девочки, да. До свидания. Ну, конечно. До свидания. Продолжение следует...